Работа без выходных не только у руководителя администрации района. В ежедневном режиме трудятся и строители. Социально значимые объекты, состояние дел на них, как известно, на особом контроле властей. Традиционный объезд Алексей Валов начал с детского сада в первом советском переулке в Щелкове. Этот объект из всех самый отстающий. Однако в этот раз оставил скорее позитивные впечатления. Интенсивно ведется внутренняя отделка помещений. Бригада работает на отделке фасада здания. Началось благоустройство территории. Руководитель администрации отметил, что у строителей изменилось отношение к работе. Они смогли ускорить темп, соответственно приблизить срок сдачи садика. Главное, чтобы это было не в ущерб качеству. Измещаем указания ускорить работы и делать это с высоким качеством. Но здесь к качеству претензий в принципе не так много. Но тем не менее, в любом случае, как сейчас строят строители, будем искать подводные камни, находить и заставлять переделывать. Выходит на финишную прямую строительство детского сада в деревне Медвежье озера. Большой, красивый садик с бассейном для малышей. Его в поселении очень ждут. Работаем. Работаем, Алексей Васильевич. Сколько человек на объект? Сейчас 52 человек. Строители держат заявленные сроки. До конца мая обещают закончить общестроительные и отделочные работы. К середине июня выполнить благоустройство. Уже сейчас территория дошкольного учреждения обрела черты уютного игрового городка. Все это позволяет Алексею Валову говорить не о строительных нюансах, а о дальнейшем наполнении садика в Медвежках внутренним содержанием. Доделаем сейчас, персонал укомплектуем, расставим, разложим все спальные принадлежности, инвентарь. Проработаем по пищеблоку дополнительную расстановку элементов пищеблока, для того, чтобы удобным поваром было работать, технологическая линия работала правильно. И 1 сентября дедчики пойдут, и мы все обрадуемся, что очереди нет опять. Полным ходом идет реконструкция здания под общежитие для работников социальной сферы в Новом Городке. Работы ведутся на втором и третьем этажах. Первый, напомним, занимает реабилитационный центр. До конца июня строители обещают работу сдать. Открытие общежития позволит сделать качественный рывок по укомплектованию районных медучреждений кадрами и выполнить поручения губернатора. Соответственно, администрация решает вопрос повышения качества медицинской помощи. 40 комнат. Получается, в этом году мы план по укомплектованию врачами выполним. Я заходил в комнату, понимая, что в каждой комнате будет жить, скорее всего, семья, и семье будет с ней удобно. Как только мы увидим, что оно пошло под чистовую отделку, мы тут же сформируем соответствующих врачей, которые будут там жить. Реконструкция общежития ведется по программе муниципально-частного партнерства. Основная нагрузка на бюджете Медвежье-Озерского поселения. Все необходимые средства будут найдены, заверил Алексей Валов, в том числе с помощью мобилизации доходов в бюджет и привлечения внебюджетных источников. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».